Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 марта и в это время, вот к концу марта, многие, не только я, уже заняты посадками, посевами различных наших на зелень лук, салат, укроп, редиска. У меня вот сегодня тоже по плану запланировано две переносных грядки устроить, сделать, посеять и поставить на проращивание. И если опытные огородники очень часто пользуются вот такими грядками, я вот в комментариях уже читаю, что кто-то уже сделал, у кого-то вообще уже 10-сантиметровый лучок, то для начинающих огородников, кто ни разу не делал такую мобильную или как она называется переносная, грядка-переноска, хоть как ее назовите, я сейчас вам прям в 5 минутах быстро расскажу, как ее делать. Это очень просто и это очень удобно. Особенно она распространена, такая грядка-переноска, среди тех, кто живет в благоустроенных квартирах, а дача у кого очень далеко. Это хорошо мы, вот я живу в частном доме, я встала утром, шапочку одела, пошла, все, хочу редиску сажу, хочу лучок сажу в теплице. А у кого к дачам даже еще там не бывает, что еще все занесено, вот вас как раз выручит такая грядка-переноска. Люди делают как? Высаживают дома, это я вот для тех, кто ни разу еще начинал, кто вообще не понимает, зачем делать такую грядку. Вот смотрите, вы если хотите сделать раннюю зелень, получить где-то там на участке, в теплице, но у вас еще доступа к этим теплицам нет, бывает и двери еще заморожены, все занесено, вы сейчас сделаете эту грядку-переноску, можно посеять сюда и салат, и лук на зелень, и укроп. Ну короче, все, что захотите, она у вас как раз прорастет сейчас, укроп, даже укроп или салат, можете даже еще покушать, начать дома, а потом, как только у вас появится возможность, вы уедете к себе на участок, у кого есть теплица, значит в теплицу, у кого нет теплицы, даже прикапывают в открытый грунт, потому что, например, укроп и салат, он к тому времени уже будет такая погода, что он выносит такую температуру, но салат вообще не боится, всю эту грядку, ой, эту грядку-переноску, всю конструкцию, можно просто прикопать в землю, и лук, например, у него очень длинные корни, через это вот, у меня, например, тут нетканка постелена, сейчас расскажу, как я сделала, корни через нетканку пойдут прям в грунт, и почему рекомендуется все-таки прикапывать, можно было бы, конечно, ее и так оставить, но понимаете, если вы ее так оставите, вот это небольшое количество грунта, оно будет пересыхать, и луку, например, будет недостаточно влаги, а когда мы прикопаем, хоть в теплицу, хоть в открытый грунт, он сам будет добывать себе воду, и так часто поливать не нужно будет, тогда перо будет сочное, его будет намного больше, то же самое и салат. Вот смотрите, делают обычно вот из таких контейнеров, все вы, наверное, видели в магазинах, в них продают, ну что там, мандарины, наверное, лимоны, еще что-то, их очень много валяется, вот у нас около Мариера, там, около других магазинов, можно идти и взять. Я застилаю нетканным полотном, но можно застелить целлофаном, вот так в круговую, и сделать внизу дырочки, дырочки обязательно нужны, но опять же с целлофаном, я не знаю, как там ведет себя, когда прикапываешь в грунт, я знаю, что некоторые целлофаном простилают, но я специально простилаю нетканкой, чтобы корни через нетканку проникли спокойно, потом туда вниз. Ну и все, я насыпала вровень земли, вот сейчас я сею лук, потом буду сеять салат. Лук сеют сюда так же, как вот в теплицу на раннюю зелень. Я в теплице уже посадила, я вчера показывала вам вдоль, вдоль периметра теплицы, вдоль стеночки, я трехметровую такую полоску сделала в две луковицы, а здесь у меня будет сплошное вот такое маленькое поле луковое. Я вот так их раскладываю, прям плотно-плотно-плотно, немножко присыплю землей, полью, накрою вот такой простой полиэтиленовый мешочек и все. Очень быстро посадила, полила, закрыла. Буду смотреть, как увижу зеленые ростки появились, открыла, все начинает расти. Как погода будет позволять, ну не то, что погода, а время будет позволять. У меня еще теплица-то не убрана, куда я хочу прикопать. Вот утащу в теплицу, прикопаю. Или если будет здесь стоять, будем прямо здесь употреблять, он будет вырастать, а мы будем его отщипывать, а потом может быть в открытый грунт. Это варианты разные, куда хотите, потом вы ее применяете, вы можете ее с собой носить, туда-сюда возить, можно увезти, можно потом опять домой привезти. Смотрите, вот я посеяла лук. Точно так же можно засеять любые салаты. Вот у меня еще по плану один зелененький салат, один вот такой цветной. Тоже делаете дорожки, рассыпаете салатовые вот эти вот семечки, поливаете немножко, присыпаете землей, закрываете пленкой. Как только салат всходит, появился, сразу убираете, чтобы они не заплеснили, не загнили. С салатом еще интереснее. Вы салат посеете густо, но у нас редко не получается, он всегда густо. Потом вот эти вот лишние вы выдернете, и вот эту рассаду салата, как раз будет время уже тепло на улице, вы высадите у себя, увезете в огород, в открытый грунт, и у вас будет еще в открытом грунте ранний урожай. Вот эти грядки, переноски, очень удобные, вот эти мобильные грядочки. Я сейчас, я вот не только лук, кстати, я сеяла так и семена цветов, чтобы на огороде, ой, на этом, на окне места не занимать. Сначала здесь посею, они чуть подрастут, как раз теплее, я их выкидываю на улицу. Но в данный момент сейчас говорили про лук и про зелень. Пожалуйста, кто не может сейчас попасть на дачу, но очень хочется. Можно хранить на балконе, можно хранить на лоджии, потому что сейчас уже такая температура, которая салату и луку не страшна. Если балкон застеклен, лоджия, посеяли, поставили, он там у вас проснется, солнце все равно пригревает, и к моменту, когда вы поедете на дачу, у вас уже будет готова зелень. Все.